Теперь прямо веселье. Вот что должен делать математик, когда вы ему зубы вырвете или когда вы его теорию опровергнете? Пожалуйста. Александр Матвеев, исследователь в области натуральных чисел. Он прислал мне какую-то в свое время свою статью. Много чего прислал. А сейчас он пишет статьи про нас, называет их так. Неразумная цивилизация или необыкновенный фашизм. В общем, он нас реально обзывает фашистами. Сейчас попытаемся какую-то аргументацию в этом во всем увидеть. Автор статьи представил только реальные доказательства и факты. Вот первый факт, это он фотографию нацистов в Германии 1933 года приводит. 5 марта 1933 года на выборы в Германии победили нацисты. Они получили 280 мест в Рейстаге с учетом примкнувшей партии националистов. Нацисты получили 55 процентов голосов и, как ни парадоксально, тоталитаризм привел к власти демократическим путем. Пришел к власти. Как ни прискорбно говорить, но в России сейчас возрождается новый фашизм особого рода. Фашизм, начинающийся с разделением людей на людей избранных и баранов или бобров. Они считают, что кто с ними, тот человек, а кто не с ними, тот животное, то есть баран или бобр. Чистая философия фашизма. И позиционирует себя как разумная цивилизация. Как мы помним, нацисты тоже начали с чистки культуры и науки. Сжигали книги на площадях, сажали в тюрьмы ученых. И они уже создали свой карательный орган, научный трибунал и всех гнобят. И докторов физико-математических наук, и простых ученых. И сейчас подобное происходит в России. Они уже организуются, провели первое собрание, и приглашают в свои ряды. Казалось бы, все нормально, чистая наука, чистые мысли. Но деление людей на своих и чужих, и животных, это фашизм чистой воды. Вот, пожалуйста, Катючек Фюрер. Вот Катючек с ножами. И он устраивает научный трибунал. Ученый, который не смог найти другой способ провести научный эксперимент, как взять нож и топор. Или во всю Россию показать свою оригинальность или тупость. Как говорится, рыба начинает гнить с головы. Так давайте сразу же обратимся к голове этой сомнительной организации. Фюрер данного сообщества Катючек Виктор Григорьевич, физик по образованию, художник по духу. Стоп. Что, тоже художник? Как видите, да? Короче, очень много статей, очень много бреда. Попытка записать нас, фашисты. Почему бараны? Это вот есть поговорка, да? Когда Аристотель придумал логику, он устроил пир, из-за кого 40 баранов. Из-за этой картинки с Аристотелем, с тех пор бараны логику не любят. Из-за этой картинки с Аристотелем сказали, что мы плохо относимся к баранам. Вот. Логика с нами не совпадает, а значит ты или баран, или бобр. Нормальное явление разумной цивилизации. Это чистой воды фашизм, а не нападать на всех, кто мыслит иначе. В своих группах они устраивают дикие ржачные просмотры Катючека со своими оппонентами. Еще один реальный факт, как относятся к людям разумно в кавычках. Они нас с вами за людей не считают. Вот. Ну, прям действительно много материалов. Каждый день что-то пишет. Самое интересное, что он пишет, что-то говорит, но с нами он говорить не хочет. Приглашали на беседу, собственно. Выяснилось, что этот товарищ из Аргентины, вот смотрите, за короткий промежуток, это вот нападки из, ну, от всех импортных, да, из Украины, из Аргентины, из Англии. Товарищи кидаются, да. Заставка на видеонаучный трибунал «Падающие гильзы». И вопрос, ты с нами? Как тебе неоднозначно недвусмысленная заставка? Мы уже начали убивать наших научных деятелей, науки и простых ученых, присоединяйся к нашей войне. Это сегодня у них такая заставка, а завтра? Вот Катючек называет всех дурами, вот сам-то он кто. Один из шедевров фюрера Катючек, это действительно шедевр. Только думающий стать фюрером мог думать о таком и написать такое. Это супер. Фашисты, оказывается, делятся на добрых и злых. Добрые фашисты убивают из-за доброты, а злые – из-за удовольствия самих себе. Это надо же было так углубиться в тему фашизма, чтобы классифицировать фашистов на добрых и злых. Человек живет в своем мире. И этот человек рвется в политику, чтобы устроить сталинские репрессии научных деятелей. Разогнались. Рвемся прям, аж не можем. Да, дальше. Фашисты бывают добрые и злые. Добрые хотят, чтобы вас сразу умерли, а злые хотят, чтобы вы сначала помучались. Ну, где здесь? Добрые хотят, чтобы вы сразу умерли, а злые хотят, чтобы вы помучались. И что, человек, написавший этот террор фашистов? Бух ты мой, люди сосредоточиться не могут. Трудно, трудно, трудно им. Так. Дальше какие-то ссылки на какие-то форумы, где кто-то что-то говорил. Матвеев, филолог, исследователь в области натуральных чисел. У меня действительно зашел в переписку, там много входящей от него корреспонденции со старыми датами. Он просил, чтобы я изучил то, что он пишет. Я не могу это изучать. Вот. И как бы не стал поддерживать разговор. Видать, видать, господин обиделся. И теперь мы фашисты. Как можно стать фашистом? Не отвечайте на письма. Началось вообще вот это вот пачка нападок. Тут товарищ с Украины. Сказал, что ему не нравится. Оставил комментарий. Не нравятся вот эти вот политические вещи, которые я говорю. И что надо тобой заняться, типа. И после этого началось. Вот эти бешенства. Ну, это вон вся серия бешенств, которые люди прибегают. И активность в интернете по очернению и меня, и сообщества. Михаил Ковалев. Витек, иди за русским кораблем своей защитой. Украина – это отдельное самостоятельное государство, которое прямо сейчас доказывает это. Напрягают эти твои проповеди. Пора тобой заняться. И начались вот эти вот бешеные нападки с разных сторон. Вот. И снизь территорию России. Вот прям. Как мы на самом деле относимся к фашизму, легко понять. Мы относимся к фашисту так же, как наши деды относились. И есть конкретный счет. Ну, однозначно мы никакие не фашисты. Вот этих вот бешеных, которые на нас скидываются по указке, вот по этой украинской. Из Аргентины кидается он. Из Аргентины кидается нас обвинять, пытается зараза фашизм. Потому что это вот мейнстрим, да. Украина. Нас будет обвинять в фашизме, да. И типа, я лично, да, и наше сообщество к этому имеет какое-то отношение. Врунишки, конченые врунишки. Вам уже цепляться не к чему. Вы подлецы. Я эти вещи, вот о чем здесь говорится, выдержки из наградных листов в конце ролика очень редко в течение жизни слышал. Подробности какие. Я бы еще маленький был, все это слышал, как это было. не все воспринимал адекватно, думал, ну. А потом посетил храм Министерства обороны, и там есть музей Министерства обороны. Ввел фамилию, ввел данные. И вышли данные, и в том числе подробности в интернете нашел еще выдержки по наградным листам. в результате получился этот текст. всем нашим дедам посвящается. мультик воевал, мультик воевал, мультик воевал, в огонь бежал, ураль кричал за нас с тобой. Он погибал, врагу наш дом дед не отдал, сейчас навеки замолчал. Мультик воевал, мультик воевал, мультик воевал. Мультик воевал, мультик воевал. Мультик воевал, мультик воевал, мультик воевал, в огонь бежал, ураль кричал за нас с тобой. Он погибал, врагу наш дом дед не отдал, сейчас навеки замолчал. Мультик воевал, мультик воевал, мультик воевал. Мультик воевал, Ihrer к 수�он. житеря ячу, но деда не отдал жителей. Мультик воевал, мультик воевал, в огонь бежал, ураль кричал за нас с тобой, �� отгибал, врагу наш дом и отдал т田 чат-окнику дпс навеки замолчал Мультик воевал, мультик воевал, В выдержке из наградных листов tricked your game и полезц 술 Он своевременно выполнял приказания командования батальона и доставлял донесения в штат полка. В результате бесстрашных действий были большие успехи. 23 июня 1944 года, несмотря на артиллерийский минометный огонь противника, выполнил приказания с честью срок, всегда понимая, что от быстроты выполнения приказа зависит успех боя. Участвовал также в турне двух домов, занятых немцами. В этом бою уничтожил огонь из винтовки четыре немецких солдата. Уйдет воевал. Это вот она жизнь какая есть. Как мы относимся к фашистам? Нормально. К фашистам мы относимся, как и положено к ним относиться. С вами был Виктор Катющик, канал Научный Трибунал. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok